А сегодня у нас тема нашего урока «Чистое моделирование». Вот это наше задание. А сейчас я отодвину вот это в сторонку. Берем цветную бумагу. Какие заготовки нам нужны? Смотрите, так как изделие у нас отрезное по линии тарей, давайте поговорим немножко про прибавки. Да? Вот на это платье. Какое это платье? Ну, я его называю платье в стиле Ульяна Сергеенко. Помните, когда у нас появилась Ульяна Сергеенко на рынке несколько лет назад, буквально года четыре, наверное, назад, да? Вошли в моду длинные в пол платья, в цветочек, в розочку. Какие-то такие очень романтичные, очень женственные. Никогда до этого мода, начала нулевых годов, она их не выносила. Она такие платьица нам запрещала шить, потому что это считалось старомодным. Это реверанс какие годы? В 80-е, а еще раньше в какие? Силуэт Нью Лук послевоенный, Георовский, да? Когда люди стали показывать талию, когда был маленький верх, открытые плечики, да? И была пышная-пышная юбка, 50-е, 60-е годы. А мода же циклична, вот поэтому мы и несколько лет назад вот к этой моде подошли. Мы с девочками так много поношили этих платьев. Сейчас я, конечно, от них немножко устала, но тем не менее, так как мода циклична, я считаю, вот это платье такого плана, а не классика. Классика жанра, и поэтому мне хочется вам рассказать, как же вам это сделать, вот такое платье. Повторяю, в данном случае платье очень длинное. Смотрите, 100 сантиметров у меня. А может оно быть у вас коротким? Конечно, может быть коротким, таким, какой вы захотите его сделать. Итак, оно у нас отрезное по талии, и юбочка у нас достаточно пышная нарисована. Интересует ли нас прибавка по бедрам в этом случае? Смотрите, совсем не интересует, потому что мы будем делать юбочку широкую. Ну, понятно, что она не будет у нас узенькой в данном случае, если мы так все нарисовали. Нас интересует сейчас, смотрите, только верх. То есть прибавка по груди маленькая, всего 3 сантиметра. Прибавка по талии, я взяла 0, но корректно взять 1. Прибавка по бедрам нас не интересует. И прибавка к обхвату плеча, она дружит с прибавочкой по груди. То есть, если здесь 3, то здесь 4 сделаю. Почему? Потому что рукав еще будет у меня меняться. Он у меня широкий и вверху, и широкий внизу. Так вот, когда изделия отрезные по линии талии и с очень пышной вот такой юбкой, вас низ изделия не интересует. И поэтому я возьму в работу... Вот у меня уже есть заготовочка. Я надеюсь, вы делаете вот это. И я возьму в работу спинку. Смотрите, что мне нужно. Мне сейчас, чтобы поработать с лифом, работаем только с лифом, Нужна полочка и нужна спинка. Посмотрите, шилом вы выточки свои вот эти отмечаете на таких и делаете. Если я буду спешить, вы меня поправите. Тут я слышала несколько упреков от людей, которые в теме у нас, что очень медленно я все вам даю. Не раз я уже такие упреки слышу. Что очень я вот тяну и так далее. На что я отбиваюсь и говорю, что я иду на этот шаг сознательно. Потому что все работают совершенно с разными... В разном темпе. И люди у нас собираются самые разные. Кто-то продвинут. У кого-то очень быстро все получается, потому что и опыт уже есть, и все. А кто-то наоборот. Ну, те, кто у нас более продвинут, я думаю, вы немножко потерпите. Вот смотрите, мои хорошие, как я нарисовала здесь выточки. Нагрудная выточка в базовой конструкции здесь. Понятно, что нам надо закрыть. А талиевая выточка, вот у меня в заготовочке, она вот тут была помечена. А я смотрю на свой технический эскиз и вижу, что выточек-то у меня две. И поэтому выточку по талии я изображу, талиевую выточку, я изображу в том месте, в котором мы ее привыкли строить в базовой конструкции. Вот здесь вот. То есть я как бы в точности вернулась к своей базовой конструкции. Ну, а спинка тоже вот она такая, какая она есть. Давайте спинку отложим пока в сторону. И будем работать только с полочкой. Итак, внимание, смотрим на наш технический эскиз. Все время смотрим на наш технический эскиз. Закрываем половинку нашей полочки. Вот так, закрыли половинку, да? Положили рядышком свою выкройку. Базовую, да? Устанавливаете соответствие. Значит, середина передней половинки, вот она. Середина передней половинки на выкройке, вот она. Точка С, посмотрите, центр груди, вот она. И точка С, вот она, на нашей выкройке. Значит, что мне нужно сделать? Вот эта выточка, которая у меня выходит из плечевой точки, да? Она отправлена вниз. Куда она переведена? Она переведена вниз. Вот поэтому можно взять линеечку и аккуратненько нарисовать на базовой конструкции новое желаемое положение на грудной выточке. То есть работает первое правило – перевод выточки, во время которого мы берем базовую конструкцию и, глядя на технический эскиз, наносим новое положение выточки. А вот это, что у нас за палочка нарисована здесь, да? Это и есть наша боковая выточка, которая была у нас изначально в базовой конструкции. Она осталась на своем месте только и всего. Вот. Итак, я срисовала новое желаемое положение и спокойненько вот так вот делаю разрез. Разрезала обязательно до точки С. Затем, смотрите, как я делаю. Я перегибаю, отгибаю вниз. Мне наверху удобно вот это вот заутюжить, да, пальчиками. Потом кладу опять на стол, да, прижимаю пальчиком точку левой руки, точку С и аккуратненько помогая себе левой рукой, да, заутюживаю, заутюживаю вот эту выточку наверху. Сейчас я ее приклею, проклею, чтобы она мне не мешала дальше с ней работать. Вот так заклею и вот так вот заклею. Все, пусть она у нас в таком виде живет. Что у нас получилось? У нас выточка открылась вниз на грудное. Замечательно. А вот эта выточка где? Вот она как была, так и осталась. Давайте ее тоже вырежем. Вот так. Вот смотрите. И, собственно говоря, с выточками мы на этом закончили. То есть у нас работало одно правило, это перевод выточки. Дальше. Посмотрите, какой у нас вырез. Вырез у меня в данном случае лодочка. Я уже вам говорила неоднократно, что мы начинаем вырез лодочка с безопасного расстояния на плечики. Это всегда серединка. Потому что наши бретелечки, они живут во второй половинке плечика, вот здесь. И поэтому вырезать еще больше я не рискую никогда. Поэтому выбрала середину плечика на полочке и оставила, не стала вырезать глубину горловинки, да? До еремной впадинки дохожу. Вот так вот оформляю лодочку свою. Посмотрите, как я ее оформила, да? Срисовываю все это отсюда. Вот так. Так оформляется лодочка на передней половинке. Можете сделать немножко поменьше. Одну треть вырезать вот так вот, допустим, да? Если не хотите здесь такую большую, тоже будет нормально. Но дальше серединки никогда не делайте. Потом можете добавить. А пока не надо делать. Смотрите дальше. Какой у нас рукавчик? Рукавчик у нас пышный, нарисован. К нему будет применяться и вверху, и внизу. Значит, применяться будет или, видимо, параллельная раздвижка, или даже комбинированная раздвижка. И такой рукавчик нужно обязательно немножко приподнять. Приподнять над нашей конечной точкой плеча. Для этого посмотрите, какую корректировочку я делаю на нашей пройме. То есть я конечную точку плеча, вот эту P1, да? От нее отступаю полтора сантиметра. Можно и два отступить. Но иногда вот эти два бывают перебор. Поэтому, может быть, вы потом после примерки еще откорректируете, еще немножко вот это почистите во время осноровки, да? Но это мы увидим потом. А пока только полтора сантиметра я вот эти срежу. И вот это все я должна сейчас убрать, потому что мне это не нужно. А лодочку всегда можно рисовать от середины. Это безопасно. Всегда лодочка от середины плечика. Можно ее делать не такую широкую, активную. Можно делать чуть-чуть меньше, да? Но больше делать в крое нежелательно. Вы, может быть, потом, если ткань у вас не очень какая-то подвижная, жесткая, сухая, и увеличите это, но это будет попозже. Вот посмотрите, что я вознамерилась отрезать на своей выкройке. Но прежде чем это выполнить, я сейчас поработаю со спинкой. Берем в руки нашу спинку. Потому что по плечевым швам они должны идеально совпадать. Вот смотрите, что я делаю на спинке, да? Я их подружила между собой. Вот так сложила аккуратненько. Значит, полтора сантиметра сняла на полочке с проймы. Эти же полтора сантиметра я должна снять на спинке с проймы. Но обратите внимание, вот эту область я не вырезаю. И вот эту область я не выхватываю. Здесь я могу оголить, извините, свою грудь, потому что здесь уже нагрудный шарик у меня будет жить, да? А здесь я могу просто заузить свою спинку. То есть мы вот эту вот корректировочку делаем вот так плавненько и аккуратно, только в верхней части нашей проймы. Вот это я буду срезать. Затем я измерила, какой ширины у меня получилось плечико на передней половинке. И, соответственно, на задней половинке поставила вот такую меточку. То есть я их уравняла, сделала абсолютно одинаковые. Ни о какой посадке здесь уже речи быть не может. Потому что это на широком плечике, полноценном плечике длиной 13 см я могу припосадить. А когда у вас плечика 4 см остается, 3,5-4,5-5, вам, конечно, никакую посадку сделать будет нереально. Итак, посмотрите. Я скопировала ширину плечевого шва на свою спинку. Теперь мне полочка пока не нужна. Убираем ее в сторонку, работаем со спинкой. Значит, я должна сейчас провести тот же вырез лодочку уже на спинке. Но я не могу этого сделать, потому что у меня открыта вот эта выточка. Выточку надо закрыть и только тогда сделать. Хотя я вам вот здесь нарисовала, смотрите, какой уголочек. Могла я сделать такой вырез? Конечно, могла. То есть выбираю здесь точку, например, вот здесь вот какую-то точку выберу, да. Возьму и линейку вот так положу. Но она все равно у меня проходит через открытую выточку. И вот это мне уже не нравится, потому что пойдет некорректная история. Совсем на нее, как говорится, не обращать внимания тоже плохо. Потому что вот здесь есть выступ лопаточек. И мы в точности должны соответствовать своей выкройкой, своей геометрии своего изделия нашей фигурки. Поэтому пренебрегать этими выточками я не рекомендую никогда. Так вот давайте аккуратно, очень мелко здесь, конечно, работать. Но я, тем не менее, постараюсь сделать это настолько наглядно, чтобы вам было понятно. Итак, наша задача. Давайте уберем уже лишнее. Значит, если мы договорились вот это срезать, мы это и срезаем. Раз. Также я заодно срезаю это и на передней половинке. И горловинку срезаю, потому что здесь у меня ничего не препятствует и не мешает. И срезаю пройму. Значит, почистили полочку целиком, приготовили, да, и работаем сейчас со спинкой. Смотрите, мои хорошие. Я хочу провести какой-то вырез. Он у меня проходит через вот эту точку. И это мне явно мешает. Что я могу сделать? Помните, я вам говорила о том, что мы иногда делаем временные разрезы. Ведь, чтобы закрыть вот эту выточку, я должна где-то разрезать. А где разрезать? Где? В горловинке мне неудобно, потому что здесь тоже будет у меня много всего. И поэтому смотрите, где я разрезаю. Я разрезаю в пройме. Этот разрез у нас будет временный. Мы как только свои манипуляции закончим, мы сразу его снова заклеим. Мы его снова закроем. Но пока я делаю временный разрез. Из вершины выточки я начертила какой-то отрезочек в пройму. Видите? И сделала вот этот разрез. И теперь я легко могу закрыть старенькую выточку. Закрываем ее. Так. И вот так. Посмотрите, как красиво у нас получилось. Ну, я люблю вот этот вот кусочек чуть-чуть подровнять. Капельку. Вот. Вот что у нас вышло. Сделайте, пожалуйста, это все. Я до уравнивания плеч сама дошла. Не хватало знаний и все поначалу с посадкой кроила. Ну вот. Молодец, Верочка. Хорошо. Мы до многого на самом деле сами доходим. Это нормально. Это очень даже хорошо. То, до чего вы сами дойдете, оно и останется с вами на долгие-долгие годы. Это рисуночек у нас кривоватенький. Ну, ладно. А мы двигаемся с вами дальше. Итак, смотрите. Вот у нас точка плечика, да? И мне надо нарисовать какой-то... Ну, давайте соответствовать нашему рисунку. Я уже не лодочку сделаю, а я сделаю такой немножко треугольный намек на треугольный вырез. А побольше его сделать вы сможете на примерке. Если впереди вот так вот глухо-глухо закрыто все, очень пикантно открывать это все на спинке и побольше открывать. У вас появляются ребра жесткости. Нельзя открывать одинаково и на полочке, и на спинке очень сильно. Тогда бретельки, плечики будут падать. У них нет ребер жесткости вот такой конструкции. А если у вас впереди все закрыто, вот эта часть будет вас держать. Поэтому на спинке можно вырезать настолько, насколько вы хотите. Ну, я как всегда поскромничаю и сделаю небольшой вот такой вот вырез. Пока. Да? Смотрите, вырезали спинку. Вырезали спинку. Хорошо. И мне нужно закрыть вот эту выточку. Она мне не нужна. А как ее закрыть? Куда мы с вами денем выточку? Конечно, надо восстановить из этой вершинки самое короткое расстояние. Это перпендикуляр. Наш любимый перпендикуляр. Посмотрите, как я его нарисовала. Перпендикуляр к нарисованной уже вот этой линии горловинки. К понятной подрезанной линии горловинки. И поэтому, восстановив перпендикуляр к нарисованной линии горловинки, я по нему же и разрезаю. Не дорезая один миллиметр. Вот. И закрываю свою временную выточку. Получилась у меня вот такая заплаточка. Получилась вот такая заплатка. Сейчас мы ее заклеим. Пусть она будет прямо здесь, с этой стороны. И будет нам напоминать о том, что вот здесь у нас был такой временный уголочек. А здесь она у меня не нарисована. Почему она не нарисована? Потому что вы можете, понимаете, появляется косое направление. Очень легко вот эту вот маленькую выточку, она, во-первых, маленькая, ее можно спокойно припосадить. Как мы уже с вами умеем припосаживать. Нарисовали вот здесь волнистую линию, да? И спокойненько прошили двумя строчками. И стянули, и сутюжили. И у вас формируется выпуклость на лопатке. А длина горловины спинки станет поменьше. Вот и все. Вот такое будет у нас техническое решение вот остаточной вот этой маленькой выточки. Вот сегодня разобрали очень скрупулезно, очень дотошно и очень подробно. Потому что вот с этим сталкиваемся постоянно. Очень-очень часто. И поэтому научитесь это делать вот такими вот шажочками. Вот в такой последовательности. Отработайте этот навык и всегда будете его применять. И будет вам легко и хорошо. Вот разобрались с плечевым поясом. Теперь смотрите, переходим к выточкам и к среднему шву спинки. Я уже неоднократно вам говорила, что если у нас есть средний шов спинки, мы вот эту выточку большую, талиевую, она у нас тут сколько, скажем, 3 сантиметра. Ну давайте 4 напишем для круглого счета, да? 4 сантиметра у нас часто бывает талиевая выточка на спинке. Мы ее должны уменьшить на полтора. Вот здесь вот у нас будет полтора. И переоформить свою спинку. То есть часть выточки забрать вот в этот вот средний шов. А где будет вершинка? А вершинка смотрит на лопатки. А где лопатки? Вот здесь лопатки. Значит, примерно вот до этого уровня я нарисую вот эти вот эти вот откорректированный средний шов по спинке. Смотрите как. Вот так. И вот это мне надо отрезать. Полтора сантиметра из этой выточки у меня ушло вот сюда. Вот так получилось. И если, я тоже неоднократно уже вам говорила, если мы с вами вводим средний шов спинки, то вот эту выточку мы всегда отодвигаем немножко вбок. Не доходя до нашей проймы. Пройма живет вот здесь. Значит, вот сюда, вот в это место уже опасно ее ставить. Я бы где-то вот сюда ее поставила. Сдвигаем ее немножко вбок. Тогда ваша спинка будет легче смотреться, изящнее. От четырех отнимаем полтора, остается два с половинкой. То есть выточка уменьшается. И мы рисуем ее вот здесь. Вот и все. Значит, этой выточки у нас нет. Она распределилась чуть-чуть в спинку. И чуть-чуть, и большая часть, конечно, у нее отошла вот к этой выточке. Часто делают так. Вот этой выточки вообще не шьют. А забирают сбоку. Я считаю, и в среднем шве. То есть берут и вот эту выточку распределяют между боковым швом и средним швом спинки. Вот этот вариант, он будет хорош только в трикотаже, в мягких тканях, похожих на трикотаж. Там все сутюжится. Там вы можете, у вас это пройдет. И посадка не пострадает. Если вы работаете, мои хорошие, с обычными тканями, так делать никогда нельзя. То есть всегда сохраняйте вот эту выточку, потому что она оформляет нам область лопаточек. Она позволяет нам здесь сохранить и не вытолкнется вот здесь, не будет заломов. Нигде не будет заломов. Потому что именно это будет соответствовать анатомии нашего тела. И поэтому пренебрегать этим не нужно. А плоскостное решение спинки, когда нет вот этой талиевой выточки на своем месте, оно нам нарушает анатомию. И пользоваться этим можно только в мягких тканях. Потому что там, вы знаете, за счет растяжимости ткани это все срабатывает великолепно. Вот что у меня получилось. Вот так. Посмотрите, какая у нас получилась спинка. Проверяем сопряжение линий. Ага, боковой шов. Видите, вот как-то он нехорошо. Ну, потому что я это взяла случайные какие-то свои выкройки. Это я не права была. Потому что, смотрите, не подходит вот здесь. Если бы у меня это было вживую, по-настоящему, проверив вот такую историю, обычно это идет от талии вот так вот вверх. Ну, давайте сделаем сейчас от талии вверх. Я бы талию уравниваем, верим, как будто мы выбрали верить. Но мы всегда выбираем верить талии, потому что у нас тогда сохраняется баланс. Я почищу свою выкройку вот здесь. То есть мы уравняли боковые швы по длине. Так. Потом что еще мы сметывать будем, соединять? Еще плечики. Смотрите, плечики проверили. Все хорошо. Все. Вот эти две детали, они прекрасно нам подходят для работы. И поэтому мы сейчас можем их приклеить. Давайте мы сейчас их приклеим. Возьмем чистый листочек бумаги. Вы у себя в тетрадке можете их приклеить. А приклеим, и потом мы обведем. Обведем то, что у нас получилось. Чтобы вы четко видели свой результат. Как это у нас выглядит. Далевая нить проходит сразу по серединке нашего изделия. Так, вот так вот я приклею. И талия на талии. Вот так вот талию нарисовали. Ну, это уже вот так вот совсем не обязательно то, что я делаю. Просто я уж очень люблю, чтобы был порядок. Ну, и примерно я вот так вот положу сейчас сюда спинку. И приклеиваем ее. Все, приклеили, приклеили. И обводим. Мне хочется обвести, потому что я хочу показать, как будет выглядеть у вас линия низа, там где у нас выточки. Ну, пусть я сгиб тоже обведу для красоты, буквально в смысле слова. Так, здесь ничего особенного по пройме, по плечам, по боковому шовчику, да? Здесь. А тут давайте немножко сделаем остановку. Вот посмотрите, иногда как я делаю. Вообще я могу обвести раз, два. Ну, давайте так и обведем. Вот так. Раз, два. Это то, что у нас получилось. И вот это решение будет абсолютно правильным. Вот это решение будет абсолютно правильным. Вы можете вот эту выточку в крое сразу вырезать. Вот здесь, да, припуски только оставили, сюда припуски добавили, но здесь нечего вырезать, да? И вот так вот ее оформить. Вот так вот припуски добавить и вот так ее оформить. А если вы человек, обладательница больших форм, да, и у вас большая нагрудная выточка, то посмотрите, что бы я сделала. Я бы вот эту большую, вот сейчас вот в этом варианте ничего не надо делать, но если вот эта выточка открылась очень большой, а талиевая выточка по сравнению с ней крохотная, то я их немножко разбавляю. Я делаю так, я талевую выточку увеличиваю, скажем, на сантиметрик, на полтора, и делаю ее вот такой, она стала больше. А боковую выточку, а нагрудную выточку я уменьшаю, соответственно, на эту же величину, на сантиметрик, на полтора. Зону недоступности здесь можно даже не делать. Видите как? То есть я переношу немножко, увеличивая вот эту выточку, я уменьшаю на такую же величину эту выточку. Как бы их уравновешиваю, дружу друг с другом. И тогда наполненность на грудь, она будет более естественна, более, ну, технически, что ли, хороша. И сутюжить вам вот эти все вершинки будет легче. Вот и все. То есть имейте в виду еще вот это, когда вы это можете, можете это выполнять, когда у вас большая грудь. Вот это я хотела вам показать, когда придумала вот такой вот пример. Ну, а здесь ничего необычного нет. Здесь мы, давайте, допустим, мы сделаем посадку. Мы не будем, вы можете не делать посадку, если ткани пестренькие, какие-то сухие, пожалуйста, на здоровье шейте там выточку. Ее будет не видно. Ее будет совсем не видно, да? Вот так. А я хочу, допустим, посадку. Значит, что я после этого сделаю на ткани? На ткани я нарисую волнистую линию вот здесь, да? И напишу в кружочке, насколько мне надо стянуть. Сейчас посмотрим, насколько мне надо стянуть. Значит, до выточки у меня получилось 7 сантиметров. После выточки у меня получилось еще 10. Итого 17. Значит, мне надо на 17 сантиметров стянуть. Вот такое решение, оно будет до конца верным, до конца корректным, до конца правильным. И вам будет легко-легко с этим работать. Иногда, когда вы делаете вот этот вырез достаточно большой, вот такой, например, да, у вас эта выточка просто пропадает. Да и вообще вы с ней не заморачиваетесь. И очень даже хорошо. То есть это нам меньше работы достается. Все будет правильно. Вот так, мои хорошие, мы разобрались с вами с нашей курочкой и спинкой. Переходим к рукавчику. У меня с прошлого занятия остался вот такой вот рукавчик. Я его и им и воспользуюсь. Я им и воспользуюсь. Значит, что я тут вижу? Я тут вижу, что рукавчик у меня широкий в верхней части и широкий внизу. Это или параллельная раздвижка, или и параллельная, и лучевая. Красиво смотрятся рукава, когда они вверху не такие пышные, широкие, чтобы все-таки наш плечевой пояс не увеличивать. А внизу они достаточно динамичные. Потому что нижняя часть вот этого рукавчика, она все равно опадет. А если вы в сухих каких-то тканях, да, сделаете здесь очень-очень много сборки, у вас все равно будет вот этот плечевой пояс, будет, ну, немножко преувеличенный. Давайте найдем серединку нашего рукавчика. Слева птичка, это передняя половинка рукава. Перегнули пополам. Нашли серединку. И я должна нарисовать еще две линии. Помните, мы делали с вами, да, такой вариант? Но так как мы его делали, я его повторять не хочу. А что я хочу сделать? Я хочу вам показать следующее. Смотрите, как я работаю на ткани. Но вы понимаете, как его делать. Вы можете спокойно тот урок посмотреть и сделать так. А я сейчас вам покажу, как я работаю на ткани. Значит, белый листочек, это наша ткань. Я нарисовала, выбрала место для своего рукавчика. Как правило, вот здесь у меня кромка. Значит, я прижимаюсь больше к кромке ткани. Чтобы работа моя была экономной, да, чтобы выпадок было поменьше. Я знаю ширину своей ткани. Значит, выбрала вот здесь начало своего рукавчика. Нарисовала прямой рукав, без локтевой выточки, да. Как бы боковой шов в передней половинке вот так нарисовала, изобразила, да. И выбираю ширину своего рукавчика. То есть, я же знаю по мерочкам ширину, какая она у нас, 28 плюс 4. Получится ширина рукава 32 сантиметра. Пополам 16. Значит, я отложила 16 сантиметров. Это у меня середина как бы рукавчика, да, получилось. Потому что вот здесь у меня 16 сантиметров между ними. Теперь я откладываю длину рукава. Сколько она у меня? 45 сантиметров. А здесь у меня сколько? А здесь у меня 40 сантиметров. Ну и пусть, и не важно сколько. Давайте 40 и отложим, допустим. Вот, отложили. А вниз сколько мне надо отложить? Смотрите, так как у меня ширина АВ будет 32. 32 разделить пополам будет 16. Разделила 16, да. И измерила расстояние, отложила вот сюда 16. Измерила расстояние до низа 24. Я же на ткани работаю. И вот так и получила линию ширины рукава. Под проймой. Вот так могу сделать. А потом мне осталось вот эти точки соединить. Кто умеет строить базовую конструкцию, он делает это на раз-два. Соединили. Нашли серединку. Точка 1. Из середин полученных отрезков восстановили перпендикуляры. По 2 сантиметра. Взяли нашу. Наши лекала. И аккуратненько оформили переднюю половинку оката рукава. Давайте все-таки я лекала возьму. Нелегко это сделать сразу на ткани. Я думаю, что умея строить вот этот рукавчик, вам это покажется тоже достаточно простым. Вот вы построили переднюю половинку рукава. Рукав у вас широкий. Я хочу параллельную раздвижку, например, сделать. Значит, я выбираю, насколько я его хочу увеличить. Ну, вот так вот я его где-то хочу увеличить. Пусть он у меня будет динамичный, широкий такой. Значит, я линию серединки переда отодвинула на 10 сантиметров вправо. И построила опять. Отложила половинку ширины рукава. В данном случае 16, 32 пополам. И отложила 16 сантиметров вот здесь наверх. И соединяю точку, как бы отодвинула вправо и соединила. И разделила на три части окат рукава. Задняя половинка, да? В нижней трети точка 2. Вот эта точка 2. Из середин полученных отрезков восстанавливаем перпендикуляры полтора сантиметра высотой. Берем линеечку, соединяем эти вершинки перпендикулярчиков. Берем наше лекало и оформляем. Это все наверху. Вот так. И, соответственно, внизу. Тут уже легче от руки нарисовать. Все. Смотрите, что у нас получилось. А это что? Это параллельная раздвижка. Мои хорошие, умея строить рукавчики, вы легко можете не строить их на бумаге, а делать это вот таким образом. Для быстроты построения изделий с маленьким плечом, типа маячек топов, можно строить базовую конструкцию без плечевой выточки? Да, можно. Совершенно верно, Верочка. Можно этой выточкой вообще не заморачиваться, потому что вы все равно ее вырежете. Верно? Хороший вопрос. Правильный вопрос. Тем более, это топики трикотажные всякие. Можно вообще вот эту выточку не иметь в виду тогда, если действительно сразу вы хотите получить эти майки. Ну, а мы возвращаемся к нашему рукавчику. Посмотрите, мы здесь сняли полтора сантиметра. Значит, вот эту часть нам нужно поднять на полтора сантиметра. Мы его и поднимем, чтобы был баланс, чтобы этот баланс сохранился. Вот так я оформлю серединку, разделю пополам. Это будет у меня точка О. И красивенько я уйду к тому, что у меня было. Вот так. И вот так. Вот так вот как-то я оформила. Значит, сейчас обведем результат. Смотрите, нижняя часть рукавчика полностью сохраняется, а верхняя немножко приподнимается. Можете вот так вот здесь вот еще сделать, да? А вальчик побольше. Чуть-чуть. И вы вот так оформляете окат рукавчика. Сразу на ткани потихоньку начинаем приближаться к отгадке этого феномена. Что значит безлекальный метод кроя? Что он означает? Он означает то, что вы имеете возможность многие вещи пропускать привычные и сокращать себе время обработки. Потом обратим внимание, вот мы подготовили, где у нас должна быть сборка. Мы должны там нарисовать волнистую линию. Смотрим на свой технический эскиз. Видите, откуда начинается у нас вот эта сборочка наверху. Подмышкой-то ее нет. Это расстояние, запоминайте, 3-4 сантиметра. 3-4 сантиметра. Вот это расстояние, да, от плечевой точки вниз по пройме на полочке. И 3-4 сантиметра столько же на спинке. Дальше, ниже спускать эту сборку, ну как-то не принято. В отдельных случаях только спускают. Поэтому, вот у нас плечевая точка на рукавчике. 3-4 сантиметра влево. Ставим контрольную точку. Вот у нас плечевая точка на рукавчике на спинке. 3-4 сантиметра слева. Можно еще для плавности перехода 1-2 сантиметра добавить. Помните, как мы добавляли, когда мы там делали? И ставим вторую плечевую точку. Между ними мы рисуем вот такую волнистую линию. И считаем, насколько нам надо стянуть. Прошиваем двумя строчками. Насколько стягиваем. А вот насколько. Сколько у меня здесь, скажем, 4 сантиметра. И здесь тоже 4 сантиметра. Значит, эти 4 и эти 4, они должны сохраниться. Мы после моделирования всегда возвращаемся к базовой конструкции. То есть будет у нас в сумме 8. Написали здесь 8. Все, работа закончена. И смотрим, внизу у нас манжетик. Раз внизу манжетик и везде нарисована сборка, напишем, насколько рукавчик 3 четверти 22 сантиметра. 22 сантиметра. Это мы меряем на этом уровне свой рукав. Вот и все. Вот так мы с вами построили по всем правилам такой симпатичный рукавчик. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!